Посоветуйте, пожалуйста, рабочую практику по остановке внутреннего диалога. Дело в том, что около пяти лет, как я медитирую, были контакты, видения, осознанные сны, астралы и так далее. Чувствую немного энергию, но развить это в ясновидении или ясное ощущение не получается. Есть ли смысл работать с КФС 16 и 20, если молишься часто, ходишь в церковь? Очищает ли молитва от всех сущностей и подключек? Если у человека высокие вибрации, могут ли цепляться или пытаться воздействовать какие-то низкие сущности? Если бы у человека всегда были высокие вибрации, то он бы не был в этом мире среди людей. Это возможно только в случае, если живешь один, в горах, и людей не видишь. И то, при этом карма той страны, в которой родился, на тебя будет влиять, хочет этого человек или нет. Родовая карма всегда влияет. Карма тех, с кем была сексуальная связь у человека в этой жизни. И их грязь, всех их родов влияет. Хочет человек этого или нет. Поэтому религия разрешала один брак. В этом случае человек несет карму одного рода, жены или мужа. А при беспорядочных связях люди как в паутине ходят. И еще думают, чего радости-то нет в душе. Это все можно снять, если молиться в течение всей жизни, постоянно. Число повторений молитвы в день не меньше 108 раз. А лучше по три раза, по 108. Тогда груз снимается лет 5-7 практики ежедневной. Тогда человек начинает не в минус жить, а в плюс. Начинают нарабатываться духовные каналы и энергия благости, которая и дает активацию духовных полей. И ситхи определенные. С КФС работать есть смысл. Это помощь божественной системы. Внутренний диалог останавливается, когда сердце с душой в гармонии. Это просто ступень чистоты. Нет желаний, нет мыслей. Приходит само, когда ложное эго ушло. Продолжение следует...